Устраивать из премьеры машины целый сериал вдруг стало крайне модным. Так в первой серии, своей мылодрамы, японский Nissan раскрыл технические подробности следующего Кашкая. Коротко повторим главные тезисы. Модель сохранит старую, хоть и модернизированную платформу. Кузов из стали, алюминия и композитов будет полностью новым. А в набор силовых агрегатов для еврорынка войдут сплошь гибриды. По части дизайна кроссовер получит модную нынче двухэтажную оптику. Светодиодные полоски ходовых огней расположатся поверх фар. Новая серия посвящена интерьеру. Известно, что салон сделается просторнее. В частности, обещано большее расстояние между рядами. Объем багажника вырастет сразу на 74 литра. За что следует благодарить более компактную подвеску. Вдобавок, со сменой поколений Кашкай наберется солидности. Обещаны виртуальные приборы, проекционный дисплей и 9-дюймовый экран медиасистемы. Плюс обивка кресел дорогой кожей, качественная акустика и прочие опции из мира премиума. По идее, дальше должна последовать полноценная премьера третьего поколения Кашкая. Ну а продажи машин стартуют весной. Правда, не везде. Нам традиционно придется выждать, пока новинка встанет на конвейер с завода в Санкт-Петербурге. Дебют кроссовера Genesis GV70 тоже разбили на несколько частей. В первой публике презентовали внешность и салон. Заодно намекнув, что корейская новинка – будущий соперник для Audi Q5 и BMW X3. В плане дизайна новичок удивил почти купеобразным силуэтом с треугольными задними окошками и сильно заваленными стойками. Салон тоже вышел необычным, но зло трендом интерьер сплели из округлых линий. А теперь настала очередь рассекретить технику. Подтвердилось, что 70-ка имеет классическую компоновку, а роль базовых моторов будут играть рядные четверки – бензиновая и дизельная. На вершине гаммы турбированный V6. Со всеми движками трудится восьмидиапазонный автомат, но полный привод по умолчанию доступен только для шестерки. Для остальных за трансмиссию 4х4 придется доплачивать. Старт продаж намечен на самое начало следующего года, но то в родной Корее, тогда как в других странах ценителям корейского премиума придется потерпеть, хотя нам опять же к такому не привыкать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова